спасти христос всех за молитву доброе утро доброе утро я уже голубям слазил два раза живые живые да главное маленькие совсем маленькие это но оправляются то они прямо возле гнезда я поэтому бумаги нарезал и теперь почистил гнездо то а голубка все залетает я туда кое-как вытащу чтоб прочистить кинул семечек и скорее бежать чтобы они не замерзли игнатих ночи а голуби сколько живут среднем вот которые вот у вас живут не знаю я тут по-разному как и человек и скотина вот маленькие собачки живут дольше чем большие это я знаю кошка иногда до 18 до голубь так я думаю в пределах 15 больше я не знаю это которые уже вручные к тебе и ты их запоминаешь а остальные как они новые появляются старые где-то дорогой погибнут и все они гибнут где-то там на улице что ли или здесь бывает здесь дома бывает где-то они куда-то летают и коршун поймает или ястреб она уже летать то так смело не может быстро я пробовал это все наблюдать не получается приезжаю сюда которых я пометил а их уже нету коты потаскали тут война идет непрерывная то коты то ястреб а коршун по немецкий габих или я перепутал поршун не улетает он здесь нападали на свалке живет он хоть и тихо летает кажется а когда догоняет он прям такую скорость развивает кажется догонит а ястреб то он который такой щеглок так он раза в два быстрее голубя на голуби больше 70 километров в час и не делает а ястреб то вот этот сапсан он развивает скорость до 320 александр там с вопросом судя по всему на этих ночь мир вам притча лазарь богаче вот причала зари богаче там говорится о том что луна аврамова вот как понимать луна в раму а утолкователи там место за пазухой ну это место за пазухой в преддверии как живешь как у христа за пазухой то есть вот сюда вот вот так руку положите на груди но это в преддверии рая так получается место это образ выражение то причине это нереальная обстановка это причин это расприще поэтому потребляется такие слова деревья разговаривают нам уже не слышим как они избирают то виноградная лоза я куда пойду от себя нет а терновник он сразу это я буду над вами все президентом ну и терновник и плащут все колется но это причина то все равно ас на реальных событиях на реальных этих но только так луна аврамова это только название а на самом деле это что-то шоулом называли евреи и что это такое не рай и мы не подыщем слова то никакого потому что библия умалчивает евреи вообще загробной жизни ничего не знали там поднимаются разговаривают 14 глава исаи 28 языки или это все образы почему господь ищет поклонников духе истине в духе были такие духовные какие языки и исаи а в истине не было ни одного потому что все еще было в образах а мы уже в истине знаем а истина кто 14 6 евангелия тяна ясен путь истины и жизнь вот я гляжу тут неудобно как-то разговаривать я еще не всех людей знаю кто новенький это чтобы их не соблазнить вот патриарх сам патриарх отпевал этого васильева михаила владимировича протеерея снаряд разорвался в 3 метрах и гроб не открывает видать его разнесло на ракета ну и вот хоронят и патриарх говорит что он как бы раздвоенный был половина сердца его это церковь а половина это вооруженные силы вот если бы я не видел я бы сказал говорит безбожник или коммунист какая половина когда 1 запад всем умом всем сердцем нигде нет половины 99 богу не надо 100 почему он отдал всю жизнь подражайте мне как я христу а тут если бы было сейчас спиридон от кисляков он бы поставил на свое место архимандрит он тоже был полковым священником царское время то а потом его господь то пробудил и он начал тогда все это громить я убийца скольких людей куда отправил и вот патриарх говорит я посмотрел ни одного слова евангельского нету я вот там немного слушать где-то минут 20 чем-то и вот как они идут одеты все в белом там блестят эти жемщику потих ни одной женщины нет одеты правильно бритые стоят охранники там видно толкутся и только обо том что вот вот он там и теперь как будто его видят что он там непременно там а в гроб то стоит открытый открывается так вот так как на шарнирная дверь то и патриархство кто видел то видели нет прощание прощание патриарха и он руки туда сунул наклонился долго что-то там шарил видать не может руку найти ему куда-то разрешительную грамму туда-то и вот он уже умер и теперь патриарх его награждает в первой степени какой-то железкой что ж такое-то ну не говорить то никак нельзя потому что мы это видим это это никак не может быть относящимся к христу церковь вот ты имел право то другое отпущать грехи там но все это о нем сейчас говорят а он тут выступает как-то одно время дали ему микрофон этому василию то разорвало которого а тут стоят я посчитал там 25 девчат примерно у всех платьев у всех до одной высших колен сантиметров на двадцать на тридцать ну можно сказать то платке ни одной нету то есть никакой веры то нету какая-то вера то играем только в веру вера вера сам на постель легкую лег спать мягкую то а их на про войну отправили какая вера то ты должен с ними быть все кисляхов то он там везде на первых полосах был как вот допустим корабельный был поп раскинулась море широко пришел корабельный священник старик и грозные очереди сверкнули песня матросская но здесь то не так а показать и других к этому подтолкнуть он около трехсот прыжков только сделал трехсот в день два раза не прыгают неделю может быть раз другой с парашютом смотришь все я знаю что такое война по по этим картинкам а в армии служить служил во время у нас не было дедовщина а сегодня воинские счастья то другое равиль шамсудинов сколько застрелил 8 кажется он сидит час а если так разобрать у него выхода другого и не было такой парнишка смотришь как ангелочек у рафаэля куда довели его на меня когда нападал этот лев это лебедев зарубежная церковь но и я бы не благословил на такую войну такому правительству еще выбирать надо как я тут сейчас и правительство значит иди или я показывал грамоту тут никите у нас дали где день повара день повара я никогда не знал что еще у повара есть когда-то он должен так быть картину нарисовали большая кастрюля и у него внизу прорезь он ее надел на голову вот так большой щерпак идет его вызвали так ну я готовил и что то есть с одним взмахом любого убьет я готовил пищу то рыцарь средневековый я вот все про это говорю выступление патриарх объявили говорит к народу слова христос вообще нету слова божий нету абсолютно нету и когда выступает вот при путине он тут недавно выступал и там сидят мулы и другие ему по-другому то и нельзя говорить потому что им тогда надо дать право говорить по своей вере вот такое везде лицемерие такое он умрет и спрашивать уже не с кого а а ссылается а я нашел церковная церковная хроника патриархийные журналы и алексей второй говорил какие бандитов на принимали в церковь здорово да каждый мог допустить то такое я глядел и сегодня еще раз посмотрели так не знаю думаю полный сосуд слез бы наплакал и там уже папе ясно по билетам проверенные чтобы кто не застрелил их и и женщина мать его этого видно старушка пол головы вот так вот даже дальше пол головы волосы открытые ну хотя бы один раз то можно сказать там островский право пархоменко которые выступают я гляжу такие священники прямо ну гоголем выступают и говорят как ткачев ну ну хоть одно слово то скажи люди как вы должны даже осип и тот сказал уж этот масон может быть и это сказал все должно быть по-другому уже и но и но и но и но и и на и жизнь и на и пища все другое и одеяние должно быть другое они ничего не могут они боятся потому что человеку скажи замещание он не придет и свечек нету свечек нету денег нету не продадут вот почему сколько у нас люди приезжают нравится все сфотографируют устав архимандриты мы себя так сделаем никто юревич юревич отец андрей его ребятички у меня в лагере были он приезжал хороший священник на службе не знаю мы все так сделаем сделал мне свои священники сразу загрызут какая десятина ты еще со старух то а тут машина полтора два процента от стоимости машины чтобы осветить ее мы никакие поэтому нам нужно учиться плакать больше на мне ничего не надо и считать библию вот у меня новый завес псалтырию братья геоны дают я из тюрьмы вытащил его считать невозможно он весь вот такой вот я считал все время слезы падали на книгу я не она такая то морщина как я вот так мои хорошие идна тихон чмир вы можно вопрос задать да можно у меня сын маленький 7 лет ходит в частную школу я уже говорила там пять человек детей и там у них один мальчик ругается матом и моим ну у меня ребенок ну приучен и молиться он и молится там перед едой после еды когда они там кушают и и когда тот мальчик заругается матом мой ребенок идет к учительнице и говорит ей что саша ругается матом вот а ему вообще другие там взрослые говорят ты зачем я бедничаешь на этого мальчика вот скажите как ему вести себя потому что именно за ругание матом я своему ребенку очень много читала по библии что там чтобы не слетала слово гнилое с твоих уст в общем он знает что матом ругаться нельзя и всегда если кто-то ругается он делает замечание ребятам подскажите это я бедничество или не я бедничество я не пойму надо ему говорить учительница или не надо по их законам не надо потому что все должны быть такие внизу подлыми матершинниками блудниками я начальник детского лагеря директор сорок пять лет заранее предупреждаются уберу родителей я имею право физически наказать а там-то никто не накажет а ребенок заругался ну заругался прямо изматерился сразу дети имеют право сказать ему пойдем старшему воспитателю директору и мы скажем что ты так а я не пойду но мы тогда не пойдем у нас жаловаться нельзя а вот вдвоем можно прийти а если ему сказали он не идет тогда приходи и говори а ты пойдешь я тебе еще больше задам тогда ударил его ну сразу ударили в колокол все собрались у вас этого там ничего нету так выйдите кто кого обругал кто матерился он вышел как звать нестор отец глухонемой где он научился во дворе у нас отец тоже поругивался мы слышали но ни один не научился ну тогда я взял крапива крапива жгущая такая недвудомная жгущая я заходим в келью а все остальные молятся дети я положил крапиву у меня рукавички давай рукой головой вот так по губами он заплакал я боюсь боюсь я тебя трогать не буду пошли вышли я и говорю смотрите вот он и заругался его надо наказать а он плащет боится это это как годится или нет я эту крапиву беру при всех детях и начинаю так рвать у меня такие волдыри на губах все дети за животы хватает он я не боюсь пойдем я говорю в японии национальный культ канзё ничего не бояться потребуется хари кири с собой вы же вырезать живот и кишками бросить он идет я теперь кладон еще так то никто не будет делать а если он еще будет где то я его взбрею как надо у меня сетка есть ручками авоськой или крапивой родители все расписываются когда я принимаю детей что мы не пройдем наказание а другие директора если приезжают если я накажу до меня посадят за это а зачем ты отпускаешь тогда ты для чего нужен к такую школу ходить не надо они могут пакости ему сделать они уже настроены за того что они сделают чтобы не ругался а как скажут когда сами такие только тут не ругались еще ребенка забрать и все на этом кончилось или сама иди и сиди рядом с ними вот так зачем тебе нужно когда играет гимн американский в америке эти дьякон в лагере становятся на вытяжку перед плагом а что такое говорю вы сегодня пятница гляжу молоко а тут нельзя чтоб посты соблюдали а мы строжайшие пост не положено со среду пятницу растительного масла у нас его нету нигде за 45 лет не нарушил никто а то другое дело и другая власть а что делать а я ответил что если делать то воспитывая сама многие сейчас я знаю которые в москве детей вообще не отдают ни в один класс дома учат потом экзамены сдают и заканчивают и в университет поступают ребенок не окрепшая фигура и он такую гадость там слышит ну тут рассказывают в виде анекдоты старики дедушка бабушка оба учителями были уж они как ждали Игорька в школу пойдет там портфель святов дали ну ждут должен его нет он приходит часа на три позже приходит пуговки оторванная портфель у него там ручка у него там оторвалась заходит эх вы предки даже не знаете как писька называется вот и все чем он учится за первый день так что миленькая позаботься о ребенке забери его сегодня же или сиди рядом Дело в том что на площадку выйдем гулять такая же история здесь и друзей тогда получается нет вообще никого нет мы живем в городе и я даже не знаю с кем общаться с кем не общаться слушай внимательно Ксения с нами общайся вот здесь смотрите что считается как молятся мы то ставим раньше на 4 часа у нас утренние молитвы уже ушли так мы теперь имеем свободное время иногда сбоку припек так приходим мы сюда по другому никак раз они ему это сказали они его в темном углу могут так повредить глаза выбьют ему вот кто видел фильм эстонский называется класс класс видели видели да и как с детьми расправляются выше куда-то там пригласили их и органами своими в рот толкали им они тогда взяли ружья пришли и весь нас расстреляли вот как это на документальной основе тут никак по-другому вот Равиль Шамсудинов он застрелил ему почему к офицерам не обращался так они в этом-то участвовали они сказали сегодня ночью тебя опускать будем то есть насиловать вылезти куда везде колючая проволока отец у него милиционер майор звонил несколько дней назад он все а Равиль ответил что все нормально все хорошо и такое дело то ну его судили я не знаю сколько ему дали думали что он раньше выйдет и он автомат никто не заметил взял автомат их расстрелял но два лежали рядом которые были к нему хорошо в хорошем отношении он захватил их в этом я говорит раскаиваюсь ну так довели до такого состояния я вот служил в армии когда у нас этого не было совершенно не было ну были тут с Украины таджики узбеки туркмены ну моряк он же парень на деревне будет представь себе полосатый то а делать еще не хотят моя твоя не понимай я сразу стал изучать эти три языка они ко мне сжались как пчелы чтобы и ну раз положено с них кидать он не кидает ну и долбанут их как следует сало дают сало на они вот так вот на руках только отходят вот так стряхнет а русские кидаются берут я там все видел по другому никак нельзя никак спасай ребенка дальше вам уже ничего с ними не сделают он будет такой же как они будет убегать из дома друзья будет дороже чем вы тут выгадывать вам не надо с кем с чего как дома сама занимайся будет для него абсолютно непререкаемый авторитет привяжи его к святому евангелию к библии вот спиридон кисликоп и говорит я был непослушный я бегаю забегу а мама на коленях стоит плачет спи это меня не слушается я с мамой стану на коленях рядом и тоже плачу архимандрит всемирно известный вот дорогая моя и еще один вопрос можно последний а вот то что господь нас ради нас пошел на голгофу это не вот как в псалтире написано что я не входил высокое неведомое для меня я не помню как это не то вот я никак этого не могу путь сердцем принять вот ну много чего могу а это вот ну не могу может быть мне туда не лезть не получается что Иисус Христос воплотился второе лицо Троицы а Деву Марии родился в это верите да а есть такие спрашивают что за гробом вот сейчас вот его убили там взорвали он к тебе пошел это первое коринфе 4-5 говорит не судите никак прежде времени доколе не придет Господь а он еще не пришел и не осветит сокрытое во мраке во мраке и поэтому эти вопросы не надо отвечать я не знаю как где и что будет вот начинают канонизировать патронушку там по косточке как разносят зачем это нужно некропилы это любители мертвого даже хоронить и то Господь оставьте мертвецам хоронят это мертвецы это речь идет не о мертвецах а душой мертвые а тут откапывать я говорю ну написано же написано написано и поэтому что прах ты прах возвратишься в тление как пишет экхристиаст Соломон настолько это ясно нет надо обязательно как Андрей Кураев говорит что я вот так понимаю а сейчас как нанотехнология хоть по молекуле от каждого надо отщепнуть чисто дикарский способ нигде в Библии этого нету я житья святых насчитывал сколько святых которые запрещали как Антоний чувствует что умрет и знает что они будут резать и он куда то ушел заложил видимо за собой пещеру и так и не нашли его Иларион так же у мертвого у умершего Симеона Столпника праздновать 1 сентября по старому стилю патриарх был лучший друг его и решил у мертвого взять с бороды несколько волосинок и рука сразу отсохла положил обратно волосинки все рука здоровая еще непонятно а это сегодня о вы не признаете я не признаю противные слова которые против Бога прах ты ты должен осознать из праха ты ну из земли взятый в прах возвратишься но не в антиминцы не в кресты мящевики тут ничего не надо толковать то мы мы совершенно неправильно поступаем я почитаю мощи собрать все мощи и с патриархом в самом хорошем месте где-то под престолом в храме Христа Спасителя захоронить и все и попросить прощения у святых что мы их резали и кромсали повторяю некрофилы любители мертвецов Игнатий Тихонович доброе утро доброе утро братья если есть какие-то вопросы можете задавать Игнатий Тихонович мир вам мир вам как понимаете вот против рожна что означает это против рогатина или ухвата или еще какое иное значение мне почти ничего не слышно так Вячеслав на переводчике что означает не идти против рожна рожно что это такое рожно это рог надевали как на палку взять он заострять то было нечем а палка то у каждого есть и рог который острый очень бывает у быков и вот кто идет туда на это а то только поставил на медведь а медведь то падает и рог то втыкается на рожно а ты человек и идешь против рожна то есть перед тобой такая опасность и такие преграды которые тебя никогда не преодолеть я думаю когда если начинала войну там какой-то правитель он же должен все высчитать вот на думал что поднимутся народы он освободитель а получится наоборот все люди поднимутся вот так в отечественной войну было человек Европу положивший под ноги проиграл я не думал так так вот против раз против непобедимого который показывает ты должен был это учитывать так аминь благодарю Игнатий Тихонович мир вам можно вам вопрос задать можно у пророка Даниила написано когда Валтазару рука Божья писала на стене там было написано что сейчас секунду мы в дороге едем просто все качается аминь сейчас мы упорсин да вот упорсин это что вот я нашла там значение вот этих слов а упорсин это что такое а вам не надо по частям отрывать перевод то Даниил дал мне это не открыто и кому из нас не открыто открыто Даниил и готовый перевод нужно брать и не добавлять ничего не прибавлять ты взвешен на весах и найден очень легким а ты думал я строю там показал там это вот я построил там Нью-Йорк а Господь говорит ничего тебе нету купи у меня елей разную мазь нищий голый слаб вот и все скажите сегодня те кто прославляет в России чтобы встал и сразу сказал ой Ленин помоги мне ой Сталин заступись и перечислять всех правителей как будто их никогда и не было этот бесноватый Хрущев что он натворил то везде ну еще так при Брежневе из голода то не помнили ну и слава Богу а никто не знает их никто не поминает какие были поэты писатели уговорил о власти вот как там этот был Фадеев Александр Александрович написал ну про комсомольцев ну и что сказали тут руководящей роли партии не видно молодая гвардия он тут же переписал а потом спился и застрелился и никто не вспомнит как будто никогда не было их взвешены на весах 72 года советской власти найден очень легкими вы только одну цифру возьмите Дмитрий Иванович Менделеев химик ученый еще человек он был восемнадцатым ребенком в семье живым вы сейчас в детсадик подите в школу спросите а кто восемнадцатый ребенок а только у баклистов может быть но это то не все он посчитал к 2000 году нас русских русских речь идет не просто так должно быть и назвал цифру какая цифра это даже никогда не поверишь 650 миллионов а тут 150 не набирается полмиллиарда какой змей горыныч сожрал и они взвешенные на весах очень легкие внутри страны только минимум 66 миллионов погубили по доносам по разным там свой за слоем срезали дворянство казачество священство который бывший офицерский слой этого не гитлер никто не делал вот теперь мы видим найдены очень легкие сегодня только один вопрос почему нюрбинский процесс коммунистам здесь не допустили они сотни раз больше натворили чем другие правители бессмысленно во вред степи вот и все по одному слову не разгадывайте и никто это язык не знает а где могли смотреть словарей таких нету это божий язык это божья рука писала и шресла ослабели вы спросите во что шресла ослабели штаны наложили все ну все то ли ушли то ли бросили меня одного тут нет нет все все здесь еще какие то вопросы согласны не согласны может быть тут еще найдется какой шлок шлока будет разъяснять вы посмотрите ролик который я послал вам хорошо посмотрю он мне опять пишет гадости всякие я ему сказал что нужно делать купить больше скотч и заклеивать крест на крест рот когда куда выходишь и сверху две руки держать крест на крест потому что дьявол язык тебе вырвет совсем я говорю физиономия то какая хоть бы раз на себя в зеркало посмотрел когда пил то вчера ну еще спрашивать 1 коринфянам 5 глава пьяница и царствие божие не наследует ты понял нет ты уже в аду прописан что ты ищешь то а то он будет священники молодые поступают не так тебе в храм то заходить нельзя ты еще до священников лезешь горе ну еще кто кто против кто против кто против кто против а Игнатий Тихович Николай Кузьмин объясните еще раз скажите о поднятии рук когда священник воздевает руки во время молитвы если можно ссылочку чтобы укрепить меня а что Павел говорит если ты без гнева и сомнения если у тебя нет гнева ни на кого со всеми примирился против тебя не могут иметь но это не означает что он мой враг и сомнения чтобы не было в Слове Божьем в словах Божьих тогда простирай руки к Богу потому что вопросы ты разрешил на земле гнев и сомнения Павел говорит что в каждом на каждом месте не только где-то каждый христианин а не священник священник поднимает руки и вы поднимаете руки я вот видел у нас тут были которые на крещение приходили приезжали они руки поднимали понимаете на всяком месте а запрет есть запрета нет а если запретит это кого смущает это я поднимаю руки что я взял у кого а по житьям святых мы видим Агафь и другие поднимали руки молились а другие распростирали крыса в разные руки а иные ложились в подобающем месте на земле и широко распростирали руки я показал это все на фотографиях все способы молитвы когда ты перед Богом предстоишь я лежу на полу и вот так руки раскинул поперек это все разрешается но когда мы отдельно здесь тут и не ляжешь а где-то мы в поле почему же не сделать так то есть я прах и пепел все спаси Христос так вот не написано как руки держать или вот так вот я считаю это мое мнение надо поднимать как можно выше на сантиметры ближе к небу и чтобы не как-то руки были а вот так вот как они дружно от меня исходят мне нужен канал по которому сойдет Господь об этом везде говорят святые отцы но не об руках а как нигде не написано ни в новой скрижале ни в житиях так ладони так или так у нас архиереи приезжают он вот так руки поднимают ну раз не написано за счет вольной лишь бы было прилично я свое мнение высказал вот говорят а как правильно два перста слагать как старообрядцы или три не два не три в обоих этих моментах признаки ереси а почему потому что страдало не божество а человечество Христа сын человеческий божество бесстрастное говорит там Златоус а это троица а троица тем более на кресте не была а вот два перста это небо склонилось к земле бог и человек страдал человек божество не страдает оно не может страдать не может плакать не может сожалевать не может отрекаться то есть это все качество божие а как правильно речь идет о теле которая висела на кресте что у него было две раны на руках две на гвоздях внизу и в бок копьё сколько пять католики вот прямо пятернёй так и делают и слева переведи направо вот у католиков все правильно но я не католик так я не молюсь а первые христиане молились одним перстом каким не написано но ясно что не левой рукой это сразу скажем здесь но не мизинцем мы когда то вот самое удобное здесь выходит этот палец что у них другими не заслоняется вот безымянные которые тут он другими пальцами я считаю что именно указательным об этом говорит Иоанн Залтаус ты единый бог Кристос Рагна они воскресали выходя на арену к альвам вот или один перс или пять спаси Христос аллилуйя да аллилуйя так еще кто знает что хотел бы узнать на рождок пойдет когда мы говорим то что в библии святой разрешается а если нет Залтаус говорит чего в библии нет о том не рассуждаем а что такое парсин мы не знаем на каком языке хлеб ангельский ел человек языками ангельскими что ангелы языки какие то согласно слово божие так Залтаус говорит мы не знаем чем ангелы питаются но написано хлеб ангельский ел человек то есть если была еда то только хлеб это мы же видим в житие Марка Фращенского когда к нему там пришел этот Макарий Александрийский он все любил везде ну и пошел узнал про такого подвижника в горах набрал тычинок разных я это суслика плавил а норки ставил чтобы найти в траве и он эти на ночь ложится днем идет и тычинки ставит а потом обратно пойду чтобы выйти то а идет то неделю вторую проснулся все тычинки возле головы лежат он понял дьявола дьявол побудил собрали тычинки чтобы на бога надеялся и он пришел к нему ну и когда они побеседовали а этот спрашивает Марк Фращенский у вас как там верят он говорит оооо у нас какие там ну по сегодняшний семинарии там миссионерские отделы ой 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 у нас столько игуменов каждую епархию на три разбили теперь епископов как гвоздей в ящике ну и как если вы скажете горе она сдвинется он я не успел сказать нет такого нету и вдруг гора загрохотала двинулась и пошла он голову поднял гора я не говорил двигаться я просто процитировал слово евангельское вот вера он говорит нет такой веры у нас ну что брат давай маленько мы перекусим а ангел подает хлеб подает он говорит поверь брат вот я здесь сколько там пятьдесят или семьдесят лет всегда была одна порция а тут сразу два батона ешьте с неба а с другим так же было он стал ну чем попало там уже все это скучает кто бы пришел попроведовал и хлеб стал защерствовать а наконец уже стал хлеб изъеденный мышами но все равно ему давали чтобы не умереть от ревности нашей если мы для бога нам пищу готовить очень легко а то вот мужик сядет и фыркой баба не так сготовила то ну пересолил один раз говорит пересол где не до солны на столе а пересол на бабе и спине не пересоли главное а остальное это все нет вот такое там специи разные порох сыплет и прочее верующим и хорошо хлеб да и вода ангельская еда говорил серафим и никогда не болеешь меня все спрашивают вы мясо не едите не ем никогда никакого нет рыбу рыба да господь вышел когда он увидел рыба как ее готовить на углях и мед рыба и мед вот это еда рыба отдельно мед отдельно и евангелия когда считаем последнюю главу вот всегда нужно рассуждать в библии этого нет а если есть надо посмотреть как святые отцы толкует никто это не толкует по другому ни феодорит который толковал ветхий завет епископ пистарион никто нигде никогда почему мы не знаем на каком языке в каком словаре искать если бы это было по-латынски по-гречески по-еврейски там еврит мы не знаем даже еще бы нашелся знаток как александр а тут даже язык неизвестен а языков то 2896 это только те которые узнали а сегодня говорят уже нашли такие племена где 100-150 человек не больше все и уже до 7000 доходит но какой язык ну конечно русский язык сегодня потерял свое значение потому что ни изобретения нет ничего английский да туда все идут бегут за время перестройки сколько из Америки пришло сюда вот Джастер Уолкер ну и все с козами своими а туда бегут и бегут бегут ученые все почему потому что там легче жить для тела а для души а для души сам выбери я считаю одного игумена он про меня пишет и говорит я стою у Софийского собора в Киеве на крыце а в это время идут англичане и говорят вот смотрите как русские живут а я всегда одинаково вот одеваюсь как и солдатские брюки у меня я могу даже на стул залезть и показать чтоб было видно вот смотри сейчас только ой мне не залезть вот видишь как это солдатские ну а то видишь как они бедно одетые а он говорит им тогда и говорит на чистейшем английском языке что мы ищем духовное только проходит время мимо проходя делегации итальянцев и он им точно так же на чистейшем итальянском языке ну вот так там вроде с японцами да стоял да подбежал японец давайте сфотографируемся ну чистейший итальянский то я ничего не знаю но так охота чтоб знал то и поэтому ну ладно сойдет они уехали я без итальянского языка проживу у нас шесть падежей ложка нет ложки если кто скажет у меня нет ложка мы сразу поймем не русский а я ударил ложкой а думаю о ложке окончанием а у англичан спун все они у меня много ложек ложками ударил а тут спун одна буква из добавляется хоть ни одного падежа нету вот язык то какой легкий а у русских даже е йо и не ставят букву йо е йо ёжик а пишут ежик почему в опалу попала эта буква она такая же в алфавите а я думаю для того чтобы шпионов быстрее найти а если он из местности завербовали уже не найти поэтому александр саня соженицын когда благословлял издать все его творения одно условие поставил что где по смыслу слышится йо что было поставлено йо е йо мое твое я тоже так говорю хотя не везде соблюдает это и когда ко мне письма приходят а я собираю каждый день это события дня я везде где могу заметить проставляю ее так что работы хватает даже в библии то ее не стоит это совсем никуда не годится в этом в церковнославянском языке буквы йо нету там и понятно но русский язык как же столько мы говорим буква йоя простер руки ну не простер простер смеется не смеется йо поставь так все говорите кому его тихо а кого бы назвали лучшего представителя православия русского православия за всю историю русского русского православия или вообще православия русского ну я может и не всех знаю я так не могу сказать которые это мы если будем говорить то только будем говорить о проповедниках почему об этом говорится поминайте наставников ваши которые проповедовали вам слово боже остальных можно забыть не поминайте то есть я буду очень таким маленьким масштабом подбираться к этому какие были знаменитости все они не шли проповедовать сидели где-то ничего и нету их поминать не будем кто ходил и проповедовал а кто такие а вот тут мы скажем кто то Стефан Пермский первый дальше Вениаминов Иннокентий просветитель северных народов о нем хорошо описывает Лесков Николай Семенович дальше Николай Касаткин просветитель Японии вот это которые были и Архимандрит Макарий Глухарев просветитель алтайских народов ой роты вот я которые знаю оставить из них выше или ниже никак но когда это если я называю это все монашеская щина но и не из монашеских я конечно назвал бы переводчиков Библии это Герасим Петрович Павский воспитатель царских детей преподаватель духовной академии Псалтырь мы считаем Евангелие от Матпея это все он переводил одно время он перевел даже Ветхий Завет Ветхий Завет для студентов академии для лучшего понимания написано 500 экземпляров налитографировали но власть узнала розыск сделали изъяли сожгли все но три три экземпляра студенты спрятали где-то и они как раз были подняты когда начался перевод по разрешению они разрешали и царь ничего не мог сделать а что масоны это масоны все везде масоны масоны а сами задавили людей ни одним масоном этого не делали просветить человека ну и был хвольстен даил Абрамович еврей природный доктор там философилологии филологии Лейцевского университета принявший православие вот которые там и другие и как перевели как будто вчера такой язык а до этого читайте вот стихотворение Пушкина прочитайте Лермонтова и Сумарокова Державина Державина еще можно а дальше то там язык не провернешь вот здесь переломный момент был но касалось ли это влияние одной только Библии или таких как Пушкина я так и не смог найти там прямо сомкнулось рядом старик Державин Гавриил Абрамович Гавриил Романович старик Державин нас заметил и в гроб входя благословил Александр Сергеевич пишет Пушкин и вот его стихи и которые до него были до Пушкина о даже незнаток поймет это бегущие строкое все и мы наследники вот этого прекрасного русского языка которым Тургенев сказал великий могущий русский язык а тут уже такие пошли писатели поэты уже на той основе я считаю тут не столько Пушкина Слово Божие Вот так Вот этих я бы назвал А выделять из них, из миссионеров, кто лучше, мне это не дано Я считаю, все они угодны по мере таланта, который получили Из Ветхого Завета я могу сказать, кто мне ближе всего Это пророк Иеремия А в Новом Завете апостол Павел А из святых всех златоуст А русских, вот я назвал Все Игнат Тихонович, просите, спрошу Игнат, этот, Макарий, вы сказали, Глухарев, Алтайский, который А Невский, это который, Макарий Невский, святитель Он, 475 человек только крестил у них И он у них там, там, видимо, маленько помогал где-то Брал веник и подмогал у них в юртах Даже на это шел, чтобы как-то привлечь Ну как, незнакомый Мне это известно Как подойти к нему Когда мы оба одинаково зажатые Нас на лесоповале держат зимой Тут мне легко разговаривать с напарником А вот так, чтобы Вот я иду этапом Меня из одной в тюрьмы в другую кидают Поэтапно Потому что, когда перевозят из Барнаула в Москву человека затребовали Поезд не идет, он идет, допустим, на Сибирску, пересадка в тюрьму Там ждут, когда наберется достаточный вагон там или сколько Вот теперь идет поезд, допустим, до Омска И вот так пересадка и пересадка идет Я на пересадках был Самое отвратительное Вот эти Которые там Обслуга-то идет Они этапируют Они никого не признают Я только в вагон зашел, сел И уже обслуга Стоят около меня Стучат Соседние там Ну все там Набитые такие Решетчатые камеры Друг друга они не видят А сюда По коридору ходят часовой А дальше они там Сидят другие И женщины Мне говорят Батюшка, дайте нам молитвы там А я молчу А он марширует Подошел А почему не отвечаете? Я говорю, согласно Законодательству Поэтапировано Пункт 17 Параграф 44 Там не разрешается разговаривать Без разрешения Да Он и не знает это Ну а его эти параграфы затронули И он говорит А я разрешаю Я говорю, чтобы Скажите женщинам Чтобы дали бумагу и ручку Я им напишу молитву, Пасха А я знал, что меня арестуют Я Пасхи Пасхальные даты Когда какой Год Пасха Запомнил на 20 с лишним лет Я ждал, что меня не выпустят А тут перестройка Я вот он Явился, не запылился У нас было 210 Политзаключенных Которых освободили 25 марта 87-го года И я был освобожден Помилован А реабилитирован К 4 января 92-го года Вот Как себя вести Я не знал Но меня научил Александр Исаев Солженицын Пришел в тюрьму Скажи Я пришел умирать Все Сдохла собака Они ничего со мной не сделают Они будут Там Пытать Бить Жечь Да мне это ничего не значит Я умирать пришел Благословляю тебя тюрьма Выходя оттуда И мне Бог позволил Захожу в камеру А она Рассчитана 25 человек 75 Меня туда Втолкнули Захлопнули А там Демина стоит Все курят Там Нос Куда тебе идти На какую кровать Шконка называется Это уже там Специально избранный Даст А ему уже шесть Кодек Шесть раз судимый Дым заколебался И вылазит Такой амбал И ты откуда дед Я говорю Из Барнаула Статья какая Я говорю 190 прим Укараса Что Мента Грохнул И это Я говорю 190 А тут прим Это политическая статья Вот ты залетел А у тебя что Какие книжки есть Божественные Я говорю Есть новый завет И псалтырь А ты не мог бы Нас тут познакомить С этой книгой Чтоб пораньше выйти Я говорю Могу Но я говорю У меня условия Обязательные Какие Вы не будете выполнять Выполним А сначала Скажите Где я лягу А где вам надо Я говорю Ближе к Хорошему воздуху Он меня к окну подвел А там Три этажа Так Куришь Его как не бывало Ему отрас Сохватил Ушел голым Ты тоже куришь Пепел будешь На батюшку ронять Рукой его не было Его избрала камера Ну а дальше Я говорю Чтобы найдите Людей Которые не курят Нашли Три человека Когда ужин В семь В восемь Заканчивайте Конечно Вам сейчас Ухватит Конечно Ну давайте Только Только отужинаем Я буду Вести занятия Кто будет Брать в руки Евангелие Вымыть тщательно Руки с мылом Подходит Очень даже Ну а если кому-то Не нравится Мы будем стоять Рядом Караулить И смотреть Кому не нравится Чтобы меня Не задел Никто Я проповедую Узнали охранники Открыли камеру И у С второго С первого этажа Стоят у камеры Я уже Востребован Я спрашивал Священники Сидели Греб Якунин Отец Дмитрий Дудко Ну которые там Сидели все Зоя Крахмальникова Зоя Александровна И где не слыхали Не видали такого Я говорю Вот у меня такая планета Вы грамотны У вас семинария Академия У меня нет Никакого образования Гуманитарного Никакого И религиозного нету Но я вот нынче Уже 60 лет Как у ног Христа Сижу И каждый день Получаю от него Наказ Иди и не умолкай Я встретился С местным метрополитом Он пригласил меня Побеседовать В метрополии Серьги Серьги Иванников Парнавол Алтайский край Ну я в конце Говорю Я уже Говорю ему Непрерывно Разговариваю Тут все Один час Восемь минут Ну Владыка Вы-то хоть что-то Скажите Ох Игнати Не умолкайте Золотые слова И говорите До тех пор Пока вас Господь Не отзывет В свое время Я говорю Фотографироваться Надо бы нам С вами Ну и там Один Который служит Бритый Я говорю А мы с Бритыми Не фотографируемся Чтобы не портить снимок Он сразу Махнул рукой Он сразу отошел При молодых Это его Может быть там Помощник Меня это не касается Я же и лукавить пришел Я сказал Не нравится Мне придется Фотографичку там Портить Отрезать Он без бороды Зачем я с ним Буду фотографироваться Ну вот такое дело И На этапе И здесь Только вот привезли Сейчас помню Кажется это было В Караганде Заводят вниз Называется Подземный этаж А потом Дают что-то тебе А потом в нулевку Ведут Там все с железом Покрыто Нулевка То есть номера Нет камеры Ну я только подходите А который выдает Ему такой небольшой срок И такая Ну он не бандит И его там за деньги Родственники выкупают Чтобы он где-то Работал в этой тюрьме Где он живет Тут и Передачку легче подать Легче к нему На свиданку прийти И он на меня Глянул только Ты дед Откуда Я говорю С Барнаула Да я тебя Два или три года Жду уже Как ждете Я только арестован Мне Бог сказал Что вы придете сюда Отдают там Замощенные Там сопливые Там простыни Полыны изорванные Я говорит Спрятал Комплект целый Постельная принадлежность Она буквально хрустит Никому не отдал Вот получи Вот как Бог делает Мне ничего не надо делать Впереди Ангел уже идет Все растет Женщины две Меня повели Я уже знаю Сопроводительное Которое Личное дело Там указана Какая-то статья Какая статья Я не знаю Но думаю МГБ То есть Московское КГБ По его Инициативе Меня арестовали А тут Они уже Лично не будут Говорить Я говорю Где дыма нет Да где нету-то Везде А она говорит А в ШИЗО Штрафной изолятор Там сегодня Никого нету Ну Штрафной Я-то не штрафник Я зашел А там дым Стоит Ну стоит Я сказал Она Ну мы сейчас Выправим Побежала Швабу принесла А вверху Маленькое окошко Она Разбила Воздух Хлынул Все Это В тюрьме В незнакомом городе И уже все На моей стороне Когда повезли Обратно Я уж попутно Расскажу Кто не знает Как себя вести Ну и выходит Такой капитан Полупьяный Уже мы Стоим Которым уезжать Жалобы есть Какие жалобы На этапе Там тебя раздавят Никто не будет знать Ну и молчат все Я поднял руку А ему говорят Вон руку поднимает Ну что у тебя Жалобы Жалобы Я говорю Да А кто-то ему Видимо что-то сказал Там показал Там личное дело Засчитывает Ну и какая Я говорю Ручку отняли А назад не вернули Ну пошли У меня с тобой сумка Он привел туда Тут где-то Помещение А там Стол завален Ручками Он вот так Охапкой И мне в сумку Раза два кинул Сумка полная Хватит вам Я говорю Хватит много даже И вот в одном городе Где пересадка была Только я зашел в камеру Молодой человек Ну сколько-то ему Может быть лет 25 Русоволосый Высокий такой Сразу ко мне Вы Бог Я говорю Какой же я Бог-то Ну что вы думаете Нет Мне Они двое С Сыганом сидят Сыган дочь твою Зарезал Что-то не так Она А этот Простая статья Мне говорит Ночью сон был Что завтра к вам Бог придет в камеру Я говорю А Боги я говорю И собой конечно Господь А что у вас есть Я говорю У меня Новый Завет И Псалпер И он до утра Переписывал Сидел Этот А он На обмен учителям Из Германской Демократической Республики Те сюда А этих туда Ну и он там Каких-то достал Или подарили ему Деньжонки-то Ну начал На обмен на русский А тогда обмен Это и пунктов Не было этих Но его сразу Загребли Везде он дорогой Сбежал А сбежал И это уже Увеличивается Несколько раз Теперь его поймали И уже едет Не как доброволец А как заключенный Я только в камеру иду И уже все Вот на психиатрии Меня исследовали Когда Ну люди стараются Что-то показать Чтобы признали Невменяемым Тогда статья легкая Его куда-то пошлют В Алмата Пивные ящики Сбивать А я с первого дня Спросил Мужу по другим Там не камеры А палаты Как больные Ну все преступники Ну и я им начал Свидетельствовать С первого вечера А это все Сестры Все тщательно Слушают Записывают И в конце Выдадут характеристику Нормально У меня характеристика Записана в моей книге Для слова О боже Нет уз Характер Теплый Ненавязчивый Бесстрашно Входил В разговор С преступниками И немало Удивлялся Лапкин Тому Какое хорошее Отношение К этим уголовникам Вот как И когда оттуда Пришлось мне Уезжать А у меня Там Ну несколько дней И все У меня одна неделя Вторая идет Ждут Институт Сербского Который Приедет Там Профессор Кандидат Наук Он приехал Моисей Ааронович Какую Национальность Я не знаю Пазур И вот Он меня Будет испытывать Узнавать И Врачи Могут Когда ты угодишь Написать Что признали Невменяемый И тогда Тебя судить Не будут Не будут Отправят Куда-то Там Откуда Не убежишь Он мне говорит Мы можем вам Сделать это Я говорю Мне не надо Мне в суд Надо выйти Перед народом Предстать Сказать В какой тьме Народ живет Так они Приготовили Два мешка Мешки Вот 50 килограмм Ну они там Галеты Пряники Накупили Кружку Ложку И остается Как два братца Рядом Стоят мешки Мы говорит На пенсию Никого так не провожали Вот как А Мазур Этот спрашивает Вот вы Лапкин Голоса какие Нет Слышите Я говорю Слышу А какие Да вон В коридоре матерятся Да я не про это А как вы считаете Тут Варвара Великомученица Вы слышали такую Я говорю Насчитывал Жития Я ее хорошо знаю А про Зою Космодеменскую В школе учился А чей подвиг выше О как Я говорю Конечно Зои Космодеменской Да А почему Потому что Варвара знает Груди Соски Отрезали ей Все разбросали Кожу драли До костей Она получит Сегодня же Вот А воскресенье Душа-то этого не имеет А воскресенье Все соберется А у Зои Космодеменской Веры не было Космодемьян Это два святых Врача Космодемьянский Откуда фамилия У нее сын Сказали Я еще сказал Я уже понял Хомут надевают И я говорю Я еще буду говорить Что-то сказал Наверное Она посидела И не стала писать Лишнее Это не развивай Говорит Не знайка дома сидит А знайку по судам Таскают Вот такие Маленькие Истории Да Хороший совет С незнайкой Да Вот меня можете Вячеслав Вячеслав Вы вот так вот Выбирайте время И пока есть возможность По определенным вопросам Много вопросов сейчас По мобилизации По разным таким вопросам Я конечно отвечать До конца не буду Но очень понятно Буду отвечать Согласно Слову Божию И поэтому Которые нападают То что я ответил А они без учета того Что сказала Иеремия 48.10 Вот где надо искать ответ В Библии В Святой Библии Да И тогда многое конечно Я так как Где-то говорил Писал в книгах А сегодня По глобоневным Таким Темам Можем меня протащить Хорошо Давайте протащим Давай Я вот в окошке Смотрю На расстоянии Бывает 20 сантиметров У меня жулан Это У него 4 цвета Зеленая Черная Белая Желтая Ну я им семечек Подсыпаю Сделал так Коридорчик Куда надо залазить А коридорчик Стенки нету Только с той стороны Закрыто А здесь маленький Я вижу его Как он семечку берет Вылетает И Но коты стали Прыгать сюда И прям хватать Я тогда Стенку обил Железом И коты отстали Вот чем я занимаюсь Несколько раз в день Голубям своим лажу Две Два пары у меня Дикарей были Специально Они здоровые Они делают больных здоровыми Флюиды Рассыпают Свои И вот он любит Голубку Видно что Он ее сильно любит Топщит Ну как сказать Спят в одной постели А родить не может Ни одного яйца Нету Но когда она начинает Это дело Как Внизу не подпускает Бьет Я вижу рядом Белое Снесли яйца Я их сразу раз Под нее подложил Она Не разбирает Они одинаковые Они вывелись Сейчас Белое-белое Под ними И она меня не подпускает Но вижу Температура Это уже 3 градуса мороза Они голые И взять их в комнату Я могу У меня все готово Она их не будет признавать Ей нужно непременно То гнездо У них такая память Прямо рядом будет Помирать И она ничего ему Не покормит даже Я поэтому Проезжаю Туда заложу А птенцы Поднимают взад И оправляются за гнездом И гнездо поднимается выше Я нарезал бумаги И бумагу Это все выгребаю Каждый день хожу Чтобы голубка Рядом садится на ночь Она грудью греет А если она на них сядет У вас же давление У него ножки в сторону Он коллег Он погибший Он никакой А гляжу Она не садится Она рядом с той стороны Грудью Маленько придавливает И этого достаточно Чтобы они не замерзли Вот какое дело Это я про голубей говорю Скажут Занимаются Сейчас глупостями Глупостями Но они мне нравятся Игнатий Тихонович Вот этот чупатый Который Из Барнаула Привезли В Потеряевку Из Потеряевки Потом забрали Опять в Барнаул Как он себя чувствует Живой или не живой Или А что именно Провезли Ну Голубь Помните Тогда вот Залетел К вам И я возил его Вы передали Вы сказали Передать Потеряевку Потеряевки Он был так Красивый голубь Такой Одиночка Залетел Он там остался Там остался Там остался В Потеряевке Потому что он один такой Он никак пару себе не найдет Такой уважительно А видно Другой породы Его голубки Бортуют Он как-то ко мне Залетел А не в леток туда А здесь сел А тут кошки Я его спугнул Он на крышу На крышу нельзя залезть Если в темноте он светит Он погиб Лежу там кошки Я в темноте С большим шестом Ночью стою Отгоняю Чтобы его А потом Ей захотел Залез туда Я скорее закрыл его И сломя отправил Вот скажи ума Сколько надо Ночью Шестом Стоять Отгонять кошек Чтобы одного голубя Сохранить Если ты не любишь Ты никогда не будешь На меня поэтому Тут писал обо мне Один журналист Газета Версты Лобня Там где-то Рядом с Москвой И говорит Один недостаток Угнать и есть Он говорит Любит голубей А я не считаю Это недостатком Я люблю их Где-то 75 лет Примерно Володя привет Передайте от меня Он уехал К сестре Пригласили Помыть У нас Свое-то Негде Старшая Сестра Вернулась Как раз Из больницы Ездили Помыть Ну вот так И дела Наши Он не собирается Сдавать Экзамены Игнасти Кто я Нет На управлении На управлении Володя Не собирается Сдавать Права Права Нет 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 Я ему сказал Не надо Володя Сколько Каждый день Погибает У нас тут Страшная трагедия Произошли на днях Стояла машина Стояла нормально Впереди автобус И на нее Влетел КамАЗ Мгновенная смерть Всех кто там был А женщина Которая за рулем Она в крематории работала Еще в другом месте Опять Я говорю Володя Ты посмотри Как на На дорогах Недавно Говорит Даже Оштрафовали Или что-то Игорь Дыбунова Ну Где-то Кто-то переходил Не уступил дорогу Что-то такое Ты смотри Сколько раз давал Господь тебя сохраняет Зачем тебе ехать Тут некуда ездить А привозить На газели Привез опять Андрей А перед этим Вот вы поехали Пшеницу Мы привезли с вами Николай Георгиевич Вы сильно помогли нам Низкий поклон вам Спасибо Хрису Алилуйя Слава Богу За все Да Вы так Ну все наверное Такой вопрос еще Ну этот вопрос Который не меня интересует Давай Вот Игнати Игнати Брянчанинов И Фильфан Затворник Они между собой спорили О природе Ангелов И души Можете дать Характеристику Этому спору Вообще Чем они руководствовали Что вдруг Ответ Колоси на послание Вторгаясь То чего не видел Вот и все Потому что Все что говорится О Боге Это все Применительно К человеку Антропоморфизм Называется О человечестве Господь говорит Простру сапог Мой наедома Что у него Сапоги что ли Или сойдем И посмотрим Бог не видит Оттуда в телескоп Ему надо Сойти на землю Чтобы нам понять Насколько Бог Внимателен Ко всему Здесь нельзя брать По человеческим Пониманиям Ни одно слово Конечно это Грубо сказать Но я скажу так Все что написано О Боге О его качествах Для человека Это Не восприемленно Он будет понимать По человечески И понимать неправильно А как Не знаю Написано вот так Вот хлеб Ангельский Ел человек Едят ли они хлеб Или нет Златоуз говорит Ну написано Ангельский Если едят То только хлеб Все А почему дьявол пал Нигде причина не говорится Но одна говорится И рукополагать рано Чтобы не попался Осуждение Не возгордился Осуждение С дьяволом Златоуз говорит Вот этот стих Вон один Говорит о том Что дьявол пал по гордыне Вознесу престол Мой на севере Выше звезд стану То есть Решил Богу Не подчиняться Это вот Интерию с дьяволом В лесу А кто вы И откуда Он говорит Вы знаете Дело политическое За меня много Было так Но я все Сделал не так Как надо И проиграли Теперь я здесь На земле Он отвечает правильно Вот как есть Скорбь сатаны Мария Каррелли Советую Просчитать На нашем сайте Оно есть Моим голосом Насчитанное Дьявол В основном Говорит Я не знаю Что человек Думает Но вижу Перед витриной Стоит Раз задержал Глаза Другое Я ему устрою Он покуп Купит Но только За что Так Все Пока все Не разбежались Так Расставиться Нужно А то Скажет Никто И не слушал Двадцать пять Человек Двадцать шесть Ну это Двадцать шесть Это хорошо Если даже Два человека Было И то Замещательно Я вот сейчас К проповеди Готовлюсь О молитве Много раз говорил Сейчас еще Одну сторону Молитвы Неуслышанные Молитвы Почему Неуслышанные Вот сегодня Буду Видимо Говорить И завтра Распространю Это еще Дальше Я стараюсь В своей проповеди На эти темы Не считать Чтобы не было Повторов И не считаю Кто как говорил А упрашиваю Бога И поэтому Говорят Мне Епископ Когда услышал Об Ефодии Называется Ефод Где вы это берете Я говорю На молитве Напровергайте Если можете Да нет Чтобы Мирянину При Митрополите Проповедовать И чтобы Митрополит Выйдя из Латаря Попросил Сказать Проповедь Ну найдите Где еще Есть такое Найдите А меня Еретик Сектант Разные Разные Говорят Это означает Награда Полноценная Радуйтесь И веселитесь Ибо велика Ваша награда На небесах Ктогнали Пророков Бывших Прежде вас Если бы Вышли где-то Присудьею И каждое слово Фиксировалось Они бы все Проиграли Как они Докажут У меня Справка Из отдела Юстиции Что мы Там Там Такие Когда не Было Где-то Яд Митрополита Характеристика Просто Блестящая Ну и Главное Это наша Жизнь Я могу Показать Сколько Пришло Баптистов Адвентистов Седьмого Дня Вот только На днях Вчера Позавчера Тут У нас Тут бывает Анит Кажется Звать ее Это Анна Армянка Какая-то И она Вышла на меня Ну и она Там Стала Буквально Все это Все это Нравится Вот это Так Из какой Говорит Ямы Вы меня Вытащили А я И знать Не знал Я вот В университете Вел занятия Ну на занятиях Аудитория Там 60 человек И записки И тут Вы мой Духовный Отец И сейчас Такое же Я говорю Она рожала Знать не знаю Где Проповедь Она рождает И духовное Рождение Отец Свойство Только тем С через кого Обратились А который там Молодой священник Да еще не канонический Раньше 30 лет Он никакой Не отец Никто Никто А как Ну батюшка И все Ну не батюшка Там назовите его Иванов Фадеевич Или как Павел говорит Про Анисима Я родил его в вузах Посланник Филимону Я родил его Я родил Так Но немного Тех кто родил вас А наставников Много Павел прямо Говорит об этом Это А почему Я отговорил А не обратился А ну только сказали Он обратился От меня никакого Нет здесь ничего Это Бог делает Он берет Он берет У вас академия Повторяю У меня нет образования Никакого Я просто люблю Господа И все Как хочешь Так и понимай Так а надо семинарии Ну может быть надо Научиться Кадилам махать А их учат Только одному Оправдать любое Беззаконие Экономия Динаминация Конфессия Окормлять Нет этих слов В Библии Слово Окормлять означает Отравлять Перекармливать Другого нет Википедии Покормлять Накормили Мы должны быть Примером А в чем пример В искренности Мне приходилось Писать Всем генеральным Секретарям Компартии Всем Патриархам В ООН Обличительные письма Строгие Меня вызывали за них В горком партии И Как вот так это А потом В конце беседы Он уже со мной сидит Разговаривает И даже не думает Опровергать Я везде вот так Записки рассыпал Расталкивал Когда на прогулку Везут А прогулка В верхний этаж А там проволока Сверху Не проволока А мощная арматура И ходит часовой Ну я там О Боге написал И тут же Из 10 записок Уже 8 были В руках начальства Ну меня вызывает Оперативный работник Рор называется Такой Это вы писали Я говорю Я Да вы Что Стихотворение Написали Воскресный день Там В аккордах Радуги Иудина Колена Христос воскрес Воистину воскрес Все Пал Рим Падет КПСС Вы понимаете Что сказали Я говорю Падет КПСС Так написано в Библии Написано в Библии Ну наверное Так и будет А уже Восемьдесят шестой Год шел Пяпет осталось До крушения Самого Сатанинского Режима Который Хуже любого Фашистского Я не боюсь Этих слов сказать Потому что Фашизм И коммуна Это одно и то же слово И Плохо Когда приветствуют Фашизм Плохо Так Тогда коснулись Богоизбранного Народа еврейского Когда они начали Преследовать Генри Гиммер Там этим руководил Это они подписали Смертный приговор А почему так Бытие Двенадцать три Кто благословляет Это племя Авраама Благословен будет Я всегда молюсь И благословляю Вот так Я попутно Это все говорю Может быть Кому-то это и надо А кто проклинает Будет проклят Вот так Ну все Мы никак не расстанемся Сегодня с вами Отхожу С Богом Спасибо Христос За рассказы За беседы Аминь Спасибо Христос За молитву Спасибо Христос